Почему так? Ну и что мы будем делать? Есть, по крайней мере, два варианта. Нет, три. Продолжать, не ожидая никого. Ожидать прихода товарищей. Или отпинить вообще занятия. Перенести на следующий день. Когда, может быть, появится желание. Ну ладно. Переносить не будем. И, пожалуй, ждать тоже будет. Так. Зачем, чтобы остановились с вами? Ну? Скоро скажем. Регитарные процессы. О, нет. Регитарные процессы. Да, мы обсудили. Ну, вы обсуждали поведение амплитуды сечений в так называемой Рейдшерской области. При больших энергиях и в малых по сравнению с энергией переданных изменениях. Я говорю об энергией в системе центра вас. Вот. Ну, представляет интерес, конечно, поведение сечений в области больших передыхов импульсов. И в области больших углов. Углов порядка больших. Когда мы говорим большими, это имеется в виду углы порядка единицы. Ну, я не знаю. Это, даже не менее, радиаза. Порядка единицы. Ну, и минус теку тоже. Порядка единицы. То есть, это где-то растения большие. Ну, там, я не знаю, где-то там. От 45 до 15. Наста 35, грубо говоря. Ну, это, наверное, неудобно. Ну, здесь, конечно, сечение перегитарных процессов совершенно тривиально. Сечение. Потому что при больших передних и при больших передних импульсах, когда t, t не вдача их импульса, порядок S, единственным параметром существенным является трез. Один у нас параметр. Массы все можно выбросить. И понятно тогда, что сечение всех перегитарных процессов. Глава 2. Десильку по dt. Глава 2. Десильку по dt. Порядка единицы. Единицы. Единицы в квадрате. Ну, конечно, можно написать здесь альфа s в квадрате. Альфа s в квадрате. И можно даже еще и так написать, что альфа s, вспоминая, что вообще-то, говоря, у нас константа связи. Она зависит от константа связи. Зависит от точки нормировки. Ну, если мы говорим о рассеянии на большие углы, вот в этой области, то я бы сказал, что удобная точка нормировки, удобная точка нормировки, это как раз s. Ну, s или t, поскольку они одного порядка. Почему? Потому что как связаны константы? Константы в разных точках нормировки. Они связаны друг с другом, да? А как они связаны? Ну, по теории возмущения они связаны. Альфа s, так, грубо говоря, в одном приближении альфа s от q в квадрате, если q, это точка нормировка, от q1 в квадрате, оно есть альфа s от q в квадрате. Ну, если просто пренебрегает поправка. Плюс 100. Ну, что тут? Что мы можем написать? Альфа s от q в квадрате, конечно. Ну, верённое на 3, наверное, да? А здесь, конечно, какой-то коэффициент. Какой коэффициент? Если q1 и q2 не имеют, то коэффициент может содержать некое число. Число. Ну, я напишу c1. А здесь логарифм q2 в квадрате делить на q1 в квадрате. Больше ничего мы не можем написать. Плюс вообще константа. Но если важно вот что. Вот этот логарифм. И если у нас мы выберем точку нормировки, точку нормировки отличную от s. Здесь альфа s от какого-то мю. Выберем точку нормировки. Напишем альфа s от мю в квадрате. То тогда могут возникнуть вот такие логарифмы. Отношение s. Логарифм в отношении s к ню в квадрате. А когда мы выберем точку нормировки, точку нормировки s, то никаких таких логарифм вообще не возникнет. Поэтому эта точка нормировки удобна. Ну, или лучше мы расскажем так. В порядке некого ку в квадрате. Когда здесь напишем ку в квадрате, ку в квадрате и здесь ку в квадрате. Большой ку в квадрате. Так обычно пишут. Такой положительный ку в квадрате. Вот такой в квадрате. Конечно, здесь ку в квадрате. Ку в квадрате. Просто по размерности. Это мы написали просто по размерности. Но это рассеяние сечения партона на партоне. То есть, квадрата на квадрате, глиона. Общий глион на глион и так далее. Общее название для вот этих вот элементарных частиц. Будем использовать общее название. Для них это партоны. Партоны. Составляющие те частицы элементарные, из которых состоят адроны. Вот. Это такое сечение для элементарных процессов. А если нас интересует сечение растения адронов. Конечно, могут не так завести это сечение. Потому. Ну и так ясно, так без особых, без особых даже размышлений, легко понять. Что, чем больше партонов содержится в адроне, тем более сильно падает сечение. Почему? Ну, потому что нужно... Вот мы здесь развернули пару партонов. А если адрон состоит из нескольких партонов, то нужно развернуть все эти партоны на большую углу. Каждый партон должен развернуться на большую углу. Поэтому ясно, что сечение должно сильно зависеть от числа партонов в адронах. Как же оно зависит? В общем, это можно легко сообразить в поразмерности просто. Как простую оценку можно дать поразмерность. В зависимости адронного сечения от их партонного содержания. Ну, пусть у нас есть начальные партоны содержат N1 и N2. Начальные адроны. Первый адрон содержит N1 партонов. Второй – N2. А они переходят до N1, что их я не важен. В общем, мы будем рассматривать обычно, когда N1 и N2. Ну, чаще всего рассматриваются, когда N1 не сморавно этим. Но, в принципе, можно и смотреть процессы с изменением числа партонов. Как же можно сделать эту оценку? Просто по размерности. Давайте посмотрим, как будет вести себя амплитуда вот такого процесса просто на портонном уровне. Вот у нас имеется какое-то число партонов здесь, какое-то число партонов сталкивающихся. И все их нужно развернуть на большие углы. Как ведет себя амплитуда в рассеи, когда вот все партоны рассеются на большие углы? Опять это можно по размерности написать? Как? Можно так написать, что маточный элемент, ямплитуда и F, то есть, если начальное состояние задерживания N2, походу на задерживание N2, это есть пропорционально S в степени. В какой же степени? В какой же степени? 4 минус N1 Амплитуда, да? Да. 4 минус N1 минус N2 минус N1 в степени минус N2 в степени Как это можно написать? Из каких соображений? Вот, это можно написать из таких соображений. Давайте, вот это у нас. Когда у нас элементарный процесс. Только по одному. Элементарный процесс это значит, что здесь у нас здесь один портон, здесь, здесь и здесь. Тогда амплитуда безразмерна, как вы помните, да? Амплитуда тогда безразмерна. Вот она безразмерна. Теперь, если добавляем один портон в конечном состоянии, ну, например, смотрим не упругое рассеяние, а рассеяние с излучением глюона. Кварковое рассеяние с излучением глюона. Добавили глюон в конечном состоянии. Как изменилась размерность? Как изменилась размерность? Размерность изменилась на единицу. Стала меньше на единицу. Почему у нас размерность? Размерность, когда я говорю о размерности, я имею в виду единицах массы. Только не единицах массы, единицах массы. А значит здесь не s, а здесь стоит корень s, да? Ну, или я пишу тогда m по модулю в квадрате. Тогда будет s, да? s, да. Тогда будет s. Значит, как m по модулю в квадрате? Почему на единицу уменьшилась размерность в единицах s? Потому что сечение, размерность сечения, она осталась той же самой. А сечение получается из квадрата материчного элемента интегрировано по объему фазу. Да? А в объеме у нас добавилось dvp делить на ε, да? Да? В объеме добавилось две массы, да? Или s добавилось в объеме. На каждом частице добавилось s в объеме. Поэтому вот это вот правильная формула для размерности. Правильная формула для размерности. Ну вот, для размерности квадрата материчного элемента. Ну, я, как я сказал, вот там q, это значит q в квадрате, q в квадрате, q в квадрате. Теперь, что же я могу сказать? Как теперь у меня получается сечение? Сечение. Ну, для того, чтобы перейти к сечению, дсигма по дт, у меня будет дсигма по дт. Оно будет 1 на 0 квадрате. Опять же, в какой степени? n1 плюс n2 минус n2 минус уже 2, правильно? n1 плюс минус 2, да? n2 минус 2, да? n2 минус 2, квадрат, выбираем? Да, правильно. Ну, опять же, для того, чтобы получить 1 на пункт четвертой, при n1, n2, n2, n2 с жалко равными единицами. Но это сечение еще просто портонного рассея. Когда все портоны рассеялись на большие углы. А как мы можем получить сечение огромного рассея? Мы должны, на самом деле, даже еще на уровне матричных элементов, матричный элемент свернуть матричный элемент портонного рассея с адронными волновыми функциями, с распределениями адронов, вернее, портонов в адронах. Свернуть с адронными волновыми функциями. Но эти волновые функции, которые будут индивидуальны, они не должны зависеть от ТЭЦ. Не должны зависеть от ТЭЦ. И поэтому они не пригласят лишней зависимости в сечении. Матричный элемент передали в сечение. И поэтому вот эта вот формула, она и остается. Эта формула для рассеяния адронов на большие углы в зависимости от их подробного содержания. Эта формула дозит название кварковосчерта. Кварковосчерта. То есть сечение, значит, в зависимости от сечения от ЭДРКИ, просто кварковосштабно. Здрасте. Кварковосштабно должен. Ну и что же мы получаем тогда? Для ТЭЦ растения. В связи с этим мы получаем ТЭЦ. ТЭЦ, конечно. Да? Что мы получаем? Это есть ленинца делить на 2 квадрата в какой степени? Здесь 2, здесь 2, здесь 2. Да? У квадрата в шестой степени. Ну, то есть, конечно, 4, там было 2 квадрата в квадрате, а здесь в шестой степени. 4 степени 2, из-за того, что эти самые карты из партонов должны рассеяться на большой угол. В партонах число партонов в квадрате. Ну вот, теперь это для ПП. Для ПМ мы получим. ПМ мы получим что? Единицы в квадрату квадрата. В восьмой, правильно я говорю, да? Что изменится? Изменится на двойку. Потому что первое число ставится, а второе увеличится на единицу. Так, увеличится на единицу. Поэтому всего на двойку. И для НН получится НН получится Единица в квадрате в десятой степени. Да? И так НН 4 и 12, минус 2 в десятой степени. А вот такие вот, такие, такие зависимости сечения, растения адронных уже. Инклюзивные сечения, адронных сечений. Ну, видите, это, в общем-то, страшное падение. Поэтому при больших энергиях наблюдение инклюзивных процессов, оно просто практически невозможно. Потому что не думалось сечения. Мы можем отсюда получить еще и не только, не только поведение сечений, но также поведение электромагнитных форфакторов. Поведение электромагнитных форфакторов. Грубо говоря, что мы имеем? Как помните? Помните, чем сечение растения электрона на пенезоне, отличается от сечения растения, В случае, когда пенезон имеет структуру? Чем сечение растения на структурном пенезоне, Отличается от сечения растения на элементарной частице, Чем оно отличается? С квадратом форфактора. Сечение отличается с квадратом форфактора. И значит, как мы можем получить значение квадрата форфактора? Мы возьмем сечение рассеяния на электроны на пимизоне. А мы можем посмотреть, понимаете, когда мы по размерности, делаем оценки по размерности. Они же годятся у нас и для слушаний, когда у нас есть электромагнитное взаимодействие. То же самое, константы связаны безразмерные и те же самые аргументы применимы здесь. Поэтому мы можем посмотреть сечение рассеяния, когда это 1, это электрон, 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 а это пимизон и пимизон. Тогда сечение получается у нас какое? Единство. Сечение является на квадратом и в какой степени? В квадратом и в квадратом и в квадратом и в квадратом. Сечение растения электрона на пимизоне. На пимизоне, который состоит из двух шпарх антиквартов. Вот единство квадрата в квадратом и в квадратом. Теперь, если мы это сечение разделим на сечение элементарного процесса, то есть сечение растения на бесструктурную частицу, мы получим квадратного фактора. Фи в квадрате, То есть пенезонный форфактор, а как падает нуклонный форфактор, нуклонный форфактор, как должен падать. Ну понятно, здесь у нас еще появится, опять же, рассеяние пенезона на нуклон, на протоне и нейтроне. Здесь эта единица, а это тролика и тролика. Демезонное сечение растения электрона на мионе. И получаем, что нуклонный форфактор. В правом нуклонных форфакторов, как вы знаете, два нуклонных форфактора. В нуклоне есть два форфактора. Ну и их по разному, по ментресовому этапу. Вводят кираковские форфакторы или саксовские. Ну, в общем, так, грубо говоря, все эти форфакторы, они ведут себя, так? И демезонный форфактор. Уже четвертый. То есть, падение вот такой вот форфактор. Ну, надо сказать, что вот эти сечения, их вообще-то, кроме таких наивных оценок, кроме вклад в расчеты, это трудно что-то еще, трудным разменом совечисления этих сечений. Что касается форфакторов, то, оказывается, можно для их зависимости от куклодат написать уравнение эволюции. И эти уравнения решить. И получить каждый... Ну, правда, для того, чтобы... Опять же, мы уже обсуждали этот вопрос, что уравнение эволюции можно в сайте, человека, когда мы их решаем в ограниченном условии, в начальном условии для эволюции. И их-то мы никак не можем получить. Поэтому, скажем, выражение для электромагнитных форфакторов, Эмизона, оно... Вот полученное выражение. Оно имеет такой вид, это π от кук в квадрате. Дай Бог и собрать это, что это такое... Ну, по-моему, 16π. А потом стоит fπ. fπ – это константа слабого распада. Пи-мизона. И плюс пи-мизона, которая равна 130... Где-то так... m... m... 130... m... Размерностная константа, да? А здесь стоит альфа-эс, альфа-эс квадрат на кук в квадрате. Или на кук в квадрате. Альфа-эс квадрат на кук в квадрате... Да, опять в квадрате, в квадрате, а здесь стоит единица плюс сумма какая-то, здесь коэффициенты Cn, вот эти коэффициенты, они как раз, и вот эта вот константа распада, она изначально получается, и коэффициенты Cn, а здесь Cn, они не могут быть вычислены, а здесь Cn логарифм квадратный, это минус гаммален, где гаммален, некая величина, которая называется аномалийными размерностями, которые могут быть вычислены. Ну вот где-то так выглядит константа фонфактора Пенезона, я говорю, что его вот можно как-то записать, выразить через несколько констант, которые, к сожалению, не могут быть вычислены, не могут быть. Только полученные сравнение с экспериментом. Вот. То есть, для фонфакторов развита наука, некая по их вычислению, во всяком случае, по представлению в таком виде. Вся зависимость от Q в квадрате, вот с точки сюда констант, она вот здесь фиксирована, может быть фиксирована. Повторяю, но вы должны написать сравнение эволюции. Что касается сечения округлых процессов, эксклюзивных, так называемых, эксклюзивных, то есть сечения, в котором число, фиксированное число частиц в конечном состоянии. Так вот эксклюзивных процессов упругого растения для больших углы. Здесь ситуация гораздо хуже. И более того, оказывается, что вот эти наивные оценки, они не совсем то и правильные. Почему неправильные? Оказывается, есть... Вот какая-то эта оценка делалась, то что предполагалось? Предполагалось, что на самом деле, что все они, что рассеиваются частицы, конечные подконы, рассеиваются таким образом, что расстояние между ними, что их расстояние поперечное между ними, поперечные движения, они порядка единицы на корень из с. Такие расстояния. Просто по соотношению неопределенности ежедневно делали мы такие оценки геоматик. Мы предполагаем, что поперечное расстояние между ними единиц на корень из с. Но оказывается, что иногда, да уже, на самом деле, уже начиная с пепи растения, оказывается, выгодно другая кинемалька. Более выгодно оказывается другая кинемалька, когда расстояние, поперечное расстояние, поперечное имею в виду, поперечное к импульсу индивидуального адрона. Поперечное, ну, есть разное расстояние. Когда мы говорим об упругах рассеивания, то у нас есть плоскость рассеивания. Так вот, есть поперечное расстояние в плоскости рассеивания и поперечное расстояние перпендикулярной плоскости рассеивания. Оказывается, перпендикулярные плоскости рассеивания могут быть большими. Но это показывает просто прямое исследование фейерновских геограмм, переведенное, правда, уже на язык расстояния. И впервые это обнаружил Питер Хладшов давно-давно. И оказывается, что вот такая кинематика, такая кинематика с большими расстояниями, с расстоянием порядка единицы на массу адрона, а вот они, знаете, вот, такая кинематика дает больше вклада в сечение, больше вклада в сечение. Здесь вместо единицы куколки с шестой получается в пятой. Здесь получается в седьмой, а здесь получается в восьмой. В восьмой, да. Вот такие вот числа получаются. Правда, потом обнаружилось, что эта кинематика подавлена судаковскими фурфакторами. Что значит судаковскими фурфакторами? Мы знаем. Судаковскими фурфакторами, мы говорили о них в электродинамике, что если мы смотрим процесс, скажем, ну, я не знаю, я плюс, я минус рассею, я не минус рассею, я на большой угол, здесь вот этот угол большой, да, если это кукв квадрат и веко, то тогда здесь, в этой вершине, это у нас стоит вершина, которая зависит от передачи икуса кукв квадрат, да, ну, я же на большой угол, кукв квадрат порядка s, это вот это кукв квадрат. И здесь стоит, здесь, в этой вершине, поправки к вершине, они содержат дважды логарифм, дважды логарифм. Ну, и на самом деле, если эти частицы у нас на мастерой поверхности, то они еще и не прокрасно расходятся, эти поправки, да, и логарифм, они, грубо говоря, дважды логарифм, он имеет вид такой логарифм, логарифм альфа на кукв квадрат, логарифм, логарифм у квадрат и на м квадрат, и логарифм, ну, я не знаю, у квадрат на м квадрат, делят, где у вас, по тонн, грубо говоря, такой вот, такой вот, такая вот поправка, потом она экспоненцируется, и это поправка, вот эти вот, эти вот, ваши логарифмы называют Судаковскими, называют ваши логарифмы, потому что, ну, впервые их вычтел Судаков, правда, он вычтел не для случая, когда частицы находятся на мастерской поверхности, а для случая, когда они виртуальные. здесь стоит, на самом деле, тогда их виртуальности стоят, виртуальности стоят, кукв квадрат, ну, как бы виртуальности обозначить, виртуальности куколь в квадрате, то здесь будет куколь в квадрате, кукв квадрат вот так, вот так, вот так. Ну, теперь, если мы с вами говорим вот о нашем процессе, процесс засеяния адрона, адрона рабочей грудь, то, конечно, мы имеем дело не с реальными частицами, у нас батон это виртуально, конечно, виртуальность их определяется. Чем она, виртуальность, определяется? Ну, грубо говоря, есть связь между виртуальностью и расстоянием, на которое может уходить квадрат. И если квадрат может уходить в поперечном направлении, на расстояние порядка массы, порядка единицы на массу, на массу нуклона, на массу адрона, то тогда здесь должно стоять что-то вроде массы нуклона, да? Вот такие, да, такой важный логарифм. Но это, конечно, не совсем так, потому что ведь он только в одном направлении может уходить на большое расстояние. И может этот логарифм, конечно, модифицируется сильно. К тому же нужно учитывать зависимость константа от расстояния. И поэтому эта формула, конечно, совсем, ну, в такой же мере, в данном случае, подавление, конечно, гораздо сложнее. Если бы такое было, то ясно, что такое подавление, видите, у нас был бы квадрат экспонента. Е в степени минус альфа, ну, ладно, бог с ним с альфа, но там стоит квадрат логарифма. А квадрат логарифма Е в какой степени? Ну, гораздо сильнее всех степеней, правильно? Потому что подавление, это же, это что означает? Это означает, что стоит в знаменателе квадрат, да в степени альфа на логарифм. К квадрат. И если квадрат растет, оно забивает альфу, и, конечно, если бы такая была экспонента, то, конечно, вот эта ландшофовская область была полностью изничтожена, полностью подавлена судаковским логарифмом. Ну, я повторяю, что это стоит не такой наивный логарифм, ситуация гораздо сложнее. Тем не менее, можно вычтить вклад вот этих вот, вернее, вклад, можно вычтить степень подавления вот этими вот за счет судаковских логарифмом, типа судаковских логарифмом. И оказывается, что вот с учетом этого подавления вот этот важный счет, он более-менее работает. Так что, для чего я вам это говорю? Может и не стоит вам говорить, но все-таки говорю для того, чтобы вы знали, слышали хотя бы слова, что вот есть механизм Младшофа, который дает больше, вроде бы наивно, он дает больше сечения населения огромных на большие углы, больше сечения, то есть минимум подавленного сечения. Но этот механизм сам, в свою очередь, подавленный судаковскими вашими логарифмами? Ну, у вас смысл этого подавления? Ну, грубо говоря, каков смысл этого подавления? Вы, значит, мы говорили, что, когда говорили об электродинамике, мы говорили, что упругих процессов не бывает, да? Почему не бывает? Потому что заряженные частицы обязательно излучают, правильно? Поэтому упругих процессов нет. Вот смысл этого подавления, да? Все упругие процессы подавлены судаковскими творческими алгоритмами, да? Подавлены судаковскими творческими алгоритмами. Ну и вот, значит, если по подавлению, оно так проявляется, поскольку все-таки этот процесс в каком-то смысле... Понимаете, вот этот процесс упругий, да? Можно считать, упругий, но можно считать... Понимаете, в чем дело? Что, когда мы говорили об электродинамике, мы говорили о растениях заряженных частиц. Заряженная частица обязательно излучает. Заряженная частица. А здесь же у нас частицы бессмертные, да? В конце так у нас частицы бессмертные, да? Но, поэтому, для них упруга, в смысле, это аргументы непривидимы. Но, если у нас механизм Беланшопа, в нем заряженные кварки, которые состоятся здесь, они расходятся на большие расстояния. Идет вплата больших расстояния, которые расходятся в кварке, и поэтому их механизм тоже подавляет, ну вот, чем-то типа правило, что нет сечения растения заряженных частиц, Обязательно, упругие сечения обязательно должны быть равны 0. Ну, вот, пожалуй, и все по этому квартному счету. Да. Все. Так. Все по этому квартному счету. Да. Правда, вот это вот, да, альфа-с. Да. Вот это вот мне не нравится двойка. По-видимому, я набрал. Да. Так. По-видимому, я набрал. Ладно. Что еще? Что дальше? Дальше. Дальше. Можно сделать перерыв, а можно продолжить. Как предпочитаете? Ну, вопросы. Да? Вопросы можно? Да, конечно. Вопросы можно всегда, даже не спрашивая, вы можете, на разрешении вы можете задавать вопросы. Да? Вот. Теперь вот эта вот константа у нас, по которой, ну, есть разложение в теории возмущения, она не маленькая. И поэтому... Да. Излучение одного улевона, круглого варианта. Она маленькая. Когда мы рассматриваем большие передачи импульса, она маленькая. Ну да. В этом вот вся премисть квантовой формодинамики. Вот почему квантовая формодинамика стала теорией сильно взаимодействия. Если бы, понимаете, если бы она всегда была большая, эта константа, да, во всей области, ну, тогда ничего нельзя было сделать. Понимаете? Ничего. Не было бы никакой науки. Ну, написали лагружат, и все больше. Дальше сделано практически невозможно. Все, ну, я не знаю, ну, подавляющая часть успехов квантовой формодинамики связана именно с тем, что константа в связи маленькая, становится маленькой на больших передачах импульса и, возможно, применение теории возмущения. Ещё что? При больших квадрат, естественно. Естественно, при больших квадрат. Естественно. А вот у нас, вы написали, связь на оборонении космоссвязи, правда, квадрат, ну, так же, как вы признаете квадрат? А мы сейчас этот вопрос будем обсуждать. Сейчас мы будем обсуждать, почему? Ну, сейчас мы этот вопрос как раз будем обсуждать. Да? Начнём? Начнём. Значит. Вот вопрос стоит, так же, как вы говорите о динамике, вопрос стоит о перенормировках. Ну, в этих номерах, что у нас имеется? Вот у нас есть лакошан квантовой формодинами. Мы его написали, да? Как мы его написали? Ну, давайте я его напишу. Перепишу ещё раз. И этот номер шаг – это есть, значит, с син чертой, да? А здесь стоит и D со шляпой, да? А здесь стоит и D со шляпой, да? А здесь стоит и D, да? Это вот цветовые матрицы. Минус напишут на its температуру. Значит минус 1,4, а здесь где дμ, аμ, а, минус дμ, аμ, а, минус g, минус g, f, а, b, c, а, b, c, а, b, c, 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 c. а, 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 b, pardon, b, c, μ, да, в квадрате, да, и минус одна единица, видно, 2, z, 2, z, да, dμ, dμ, а, а, в квадратной калибровке я пишу его, да, в квадратной калибровке, когда z равно 0, c, это будет генинская калибровка, когда z равно 0, это калибровка ландара, да, поперечная калибровка, z стремится, я же их 0, да, значит, ставить еще плюс dμ, c, это вот духовое поле, а умножить на d, dμ, d, это а, c, мин, g, f, а, b, c, а, μ, b, вот так, это духовое поле, да, вот такой ладжан у нас, ну, сами понимаете, что это ладжан, не перенормированный ладжан, да, ладжан выраженный через неперенормированные поля, а мы же должны, если мы будем вычтять, делать вычтение с этим ладжаном, то у нас появится расходимость, расходимость появится, поэтому мы должны как-то сделать перенормирование, это тоже, то есть, я хочу сказать, что вот эта вот масса, и вот этот заряд, который сюда входит, да, это не есть некие физические величины, да, не есть некие физические величины, вы должны от них перейти к каким-то зарядам, ну, имеющим физическому заряду и физической массе, а как определить эти физические заряды, физическую массу, это, ну, как можем, так и определяем, да, или как можем, как можем, так и определяем, факт тот, что вот эти заряды, это не физические, это, никакого отношения к физическим не имеют, и если мы попытаемся выразить сечения, физические процессы, физические наблюдаемые, попытаемся выразить через них, то мы встретимся с бесконечностями, нам эти бесконечности надо изничтожить, да, а как изничтожить утверждается, что вот теория вегнормирует, то есть мы можем определить так физические заряды, физическую массу, так и определить, что наблюдаемые, выраженные через этот физический заряд, через физическую массу, они конечны, но при этом есть, конечно, произвол, если мы по-другому переопределим массу, да, зарядку, введем новый заряд, который есть функция от старого, но уже перенормированного заряда, то это тоже будет прекрасный заряд, тоже будет физический, тоже через него мы можем все выразить, да, и массу так же, поэтому вопрос о перенормировке не односнательно, то есть перенормировку можно производить бесчисленным числом способов, но в электриканике, как вы помните, делается перенормировка на массовой поверхности, то есть говорится, что вот у нас вводим физическую массу, как определяем ее, как полюс пропагатора, да, полюс пропагатора, перенормировка, и физический заряд определяем, но определяем физический заряд, как, значит, определяем через поведение потенциала взаимодействия тяжелых частиц при больших расстояниях, да, при больших расстояниях, или, если перейти к пропагатору фотонов, определяем его на массовой поверхности фотона, это зарядка, масса коэффициентов фотона, это импульс вагон-диркуса реальной нули, высокойся к большим расстоянию, вот так, но в хромодинамике это неудобно, из-за того, что здесь расходимости, это неудобно технически, из-за того, что расходимости здесь, в хромодинамике, инфракрасная расходимость, которые, вот как раз на массовой поверхности проявляют места. Инфракрасная расходимость здесь гораздо сильнее, чем в хромодинамике, потому что здесь инфракрасная расходимость есть еще, там были инфракрасные расходимости только, из-за такого процесса, фермионы спускают фотон, да, но фермион имел массу хотя бы, да, То есть была бы только инфракрасная раскаливость, не была бы коллинеарной. Коллинеарной, ну то есть, если посмотреть на вероятность такого процесса, как она ведёт себя, это вероятность такого процесса. Квадратик вот этой диаграммы. Старая теория квадратик, ну, делённая на вот эту вот разницу масс, разницу энергии начальной экономики. Ну то есть старая теория возмущения, что даёт эта диаграмма? Она даёт там вероятность излучения фотона, которая видит себе как dt квадратик на dt квадратик плюс m квадратик на m квадратик. Это есть. И теория на логике. Вот так вот. Это расходилось. А теперь у нас появляется кроме этого ещё такая диаграмма. Плюон означает плюон. Плюон означает массовый. То есть здесь эта расходимость называется инфракрасная. Эта расходимость называется коллинеарная. Масса теперь на 0. То есть расходимости гораздо страшнее. И поэтому технически определение, ну вот переномбировка на массовый поверхность, она технически сложнее. Технически становится гораздо сложнее. А кроме того, она становится и бессмысленной. Потому что мы же знаем, что квадраты не вылетают, квадраты глионовых, не вылетают. И массовая поверхность это у них, ну в теории возмущения она там у нас, у них есть массовая поверхность. А на самом деле нет никакой массовой поверхности, да? Нет. То есть нет никакой возмущения. Мы даже не, ну вот скажем, в электродинамике. Мы знаем, что, хотя тоже на самом деле в электродинамике даже. Вот, если бы была электродинамика с массивным фотоном, такая электродинамика тоже вполне может быть. Но тогда не было бы инфракрасных расходимости. И полюс, особенность функции Грина была бы полюсом при П квадрат равномер квадрате. А с учетом того, что у нас, ну какие особенности у функции Грина? Как вы понимаете, какие особенности у функции Грина? Особенностью вся гитруется соотношение монетарности, да? Вот посмотрим, а что там, вот у нас есть поправка, первая поправка в Бордовском приближении, вот она, да? Такие здесь есть промежуточные состояния фотон и электрон, да? И, конечно, здесь это разрез. Ну а где начинается разрез? Разрез начинается, нежели бы разрез начинается тогда, когда вот этот квадрат этого импульса больше, чем минимальный квадрат массы, инвариантной массы в промежуточном состоянии. А какой минимальный квадрат массы? Если бы здесь фотон был массовым, массивным, то тогда у нас было бы, квадрат массы был минимальный, m электрона плюс m фотона в квадрате, да? Сумма масс в квадрате. И этот разрез был бы отделён от полюса. Отделён от полюса. А поскольку фотон без массы, то полюс наезжает, вернее, разрез наезжает на полюс. Смекается с полюсом. И особенность, на самом деле, полюса-то нет. Мы поговорим, что есть вот полюс. Полюс есть только тогда, когда мы введём массу фотона. А так, на самом деле, у нас разрез наезжает на полюс. Особенность, сложная особенность у пропагатора. Даже в квантовой ветритнальнике. А в квантовой ветритнальнике ситуация гораздо сложнее. И ещё повторяю, что, на самом деле, если бы мы просуммируем, ну, предполагаем, если бы мы могли просуммировать ряд, говорю, возмущений, то мы получили бы, что вообще никакого полюса нет, поскольку частица не вылетает. Кварт может уйти на бесконечность. А особенность, это какая-то должна быть существенно особая точка. Вовсе не тридиальная особенность. Поэтому, значит, вот в силу этих причин, и технической, и физической, перенормировка в квантовой хромодинамике не делается на массовой поверхности. Не делается на массовой поверхности. А такая перенормировка, которая обычно используется, это, так называемая, минимал с абстракшенским, MS-ским или MS-барфским. Что это за перенормировка? Ну, эта перенормировка требует... Вообще-то говоря, надо сказать, что прежде чем делать перенормировку, мы должны, как вы понимаете, теорию... Что это за теорией? Регулировать. Регулировать, да. Потому что нужно же как-то с бесконечностью плохо работать. Мы должны как-то в первую очередь избавиться от бесконечности. То есть теорию регулировать. Так вот. Регулировать, в принципе, можно сделать по-разному. Физический способ регулирования, который мы говорили. Вот в электроминамике он использовался на заре развития квантовой электроминамики. Он был доминирующим способом перенормировки. Обрезание на верхнем примере. Обрезание на верхнем примере. Считаем, что вот, все импульсы не могут быть больше, чем какого-то... Какой-то... Больше какой-то величины, которая называется лямдой. И все таки. Тогда у нас лямда это входит в вычисления. А потом, когда мы переходим от голых величинств к перенормированным, эту лямду мы можем гнать безконечности. Вот так проводится перенормировка. Но здесь, в хромодинамике, понимаете, введение предельного импульса обрезания, вообще оно чревато. Оно же нарушает симметрии, все симметрии. Симметрии в теории. Верить предельный импульс. Ну все, мы уже... И двигать-то не можем. Трансляцию, даже инварианты с этим нарушили. Поэтому, конечно, введение... Мы как-то должны заботиться, чтобы потом восстановить эти симметрии. В общем, это требует неких дополнительных рассуждений и дополнительных вычислений. Поэтому, такая регулировка, такая регулировка, такая регулировка, она неудобна. И в хромодинамике исключительно по существу используется регулировка, ну не исключительно, но в подавляющем большинстве случаев используется регулировка по размерности. Вы говорите, вот у нас размерность D. D равно 4 минус 2 эпсилл. Где эпсилл это... То есть размерность меньше, чем 4. Меньше, чем 4. При этом, как вы понимаете, когда мы проводим интегрирование по виртуальных частиц, то разметность... Разметность... Меры интегрирования, она не 4, а меньше. То есть мы интегрируем по меньшему числу импульсов, грубо говоря, по меньшему числу. Интеграл имеет у нас меньшую разметность, поэтому он лучше сходится. И вот все интегралы можно таким образом регулировать. Значит... Да. И... А потом... Передобновку делать... Вот таким образом сделанную регулировку. А как же делается перезабновка? Перезабновка делается... Ну, изначально она делалась так называемой M-M-схемией. Minimal Substruction, да? Что это означает? Ну, понятно, что вот мы так регулируемые интегралы. Но! Понятно, что при Эпсиле, настреляющемся к нулю, у нас расходимости-то они должны появиться. Как они появляются? Как полюса по Эпсилу. Как полюса по Эпсилу. Так вот, Minimal Substruction означает, что мы отбрасываем все эти полюса. Отбрасываем. Ну, что значит отбрасываем? Мы их загоняем в константы. Эти члены с полюсами, мы их загоняем в константы переномировки. Таким образом. Да? Отбрасываем. Ну, а потом оказалось, что удобнее сделать не таким образом. А? МС-бар в виде схемы. МС-бар в виде схемы. Малифицированная схема минимальных вычитаний. Чем она отличается? Здесь вот отбрасываем члены Еггинцинэксу, а здесь отбрасываем члены Еггинцинэксу минус, что там? Минус гамма-е и плюс 4,5. А сейчас мы сообразим. Вот такие члены. Почему? А потому что, это константы Эйлера. А потому что, оказывается, Еггинцинэксу все время ходит рядом с этими. И удобно все это вместе вычислить. Ну, чтобы в конечных членах вот эти вот... Не оставлять конечных членов, а упрощать конечные члены. Таким способом. Так вот, делается эта МС-бар схема. Так, значит, МС-бар схема. Сейчас я, правда, соображу. Правильно ли я сказал, что мы выпадеем. Все. Думаю, что нет. Да, в принципе. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Я же сказал, что мы с вами все равно это посмотрим еще. Ну, ладно. Да. Правильно. Все равно мы это получим. Ну, вот вы понимаете, что эта схема вычитания и схема перенадмировок, она, естественно, используется только при таком приобретенном способе регулизации. Вот такой способ регулизации. При таком способе регулизации. Ну, а как мы интегрируем по... Что это за интегрирование такое? По не целому числу размерностей. Как это интегрирует по... Вместо D4, P. Интегрирует, наверное, по D4 минус 2eP. Что это за интегрирование такое? Ну, как оно может быть произведено? Оно может быть произведено благодаря тому, что мы можем все пропагаторы, которые у нас встречаются в матерических элементах, Собрать... Знаменатель и пропагаторов. Собрать в единый знаменатель, который... Единый знаменатель... Использую формулу Фейнмана, параметризацию Фейнмана, которая в общем случае выглядит... Ну, я, по-моему, уже писал еще в интегрировании. Но в общем случае она выглядит А в степени Альфа-1. АН в степени Альфа-Н. Это есть Гамма от Альфа-1, что ли? Гамма от Альфа-Н. Зеленая на Гамма... Нет, неправильно. Гамма от Альфа-Н. Которое точно равно сумма Альфа-Ида. И от единицы до Н. Здесь Гамма от Альфа-Н. А здесь интеграл ДХ-1, ДНХ-Н. Интеграл от 0 до единицы карты интегрировали. А здесь стоит эта функция от единицы минус сумма полита из Х-Ида. Да? Правильно. А здесь стоит Х-1 в степени Альфа-1 минус 1. А здесь стоит х-1 в степени Альфа-1 в степени Альфа. Вот так. Вот так вот. Такая вот есть формула. Которую, в общем-то, рекомендую доказать, значит, воспользовавшись формулой с потенциированием для каждой из Альфа, в общем-то, неважно. Можете доказать для разминки, а можете и поверить. Если я так не наврал. Но важно... Важно что? Важно вот что. Что... Вот все знаменатели собрались сюда, да? И если собрались сюда, в одну степень все знаменатели... У нас один знаменатель в какой-то степени, ну, не важно, что в форме. Один знаменатель, главное. Подождите. И какую же форму имеет знаменатель? Там, наверное, не Альфа, а Альфа. По знаменателям... Но шахра будет, что-то шахра будет, а готов shines из Аальфа. Что-то страшное. Так я с чё Jean? Да... Здесь... Ну, конечно, Альфа. Конечно, Альфа. Конечно, Альфа. ��요, это про вылый, конечно... конечно, конечно, Альфа. Да. Ну вот. Да. 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 Ну вот, значит, что здесь важно, что есть у нас петли, вот какая-то у нас большая линия, много здесь пропагантов стоит, да, и есть общий иммульс интегрирования, как его обозначить, да, то каждый пропагантов содержит k в квадрате, да, а здесь, поэтому это k в квадрате войдет здесь, k в квадрате будет общая для всех аито, и сумма и цикла равно единицы, и поэтому k в квадрате будет здесь, просто k в квадрате появится, k в квадрате. То есть квадратичный по импульсу интегрированию член в этой сумме будет иметь вид k в квадрате, поэтому вся сумма будет иметь какой-то такой вид интеграл. Вот здесь будет ценить, что? Будет ценить k в квадрате минус 2, я так напишу, k на какое-то v, который будет зависеть от x, да, vx, и напишу так, k минус p, и напишу минус какое-то, ну напишу, m в квадрате, да, в квадрате минус 2, да, и плюсы и 0. Вот так вот, и в степени альфа, вот такой вот, ну, конечно, r тоже будет зависеть от x, да, от x, от всех x будет зависеть, и от импульсов внешних веней, это будет такое сложное выражение, я его так обозвал просто-просто, ну так, обозвал, не обязательно квадрат какого-то импульса, условное я назвал совершенно. Вот так, такой общий вид. Интеграл, который нам нужно будет выражать, это вот какой-то. Интеграл d, что там, d, d, d равно 4.92f, как? Ну, и здесь я напишу еще единица делить на 2π в степени z и на i. Так напишу. Ну, 2π в степени d, естественно, будет возникнет из пропагаторов, и оно тоже, ну, я не знаю, это точно декрефцентр. Ну, удобно вот так, вот такой интеграл брать. Потому что, я говорю, 2π всегда так встречается. И это вопрос определения, войти, 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 но удобнее внести. Почему удобнее внести? Почему? Как этот интеграл вычисляется? Как интеграл вычисляется? Вот, у этого интеграла есть особенности. Пока ноль, когда интегрируем, у нас особенности есть. Особенности есть, а они особенности вот такие. Они вот здесь лежат, здесь лежит особенность. Да? Мы возьмем конкурент интегрирование, повернем таким образом. И перейдем к новой интегрированию. Вместо к нуля вводим. К нуль будем обзовем i после поворота. К нуль, будем скажем, что это равно i на k4. И сократиться интеграл на k4 будет уже от минус до плюс бесконечности. И это будет равно минус измельца степени альфа. Почему минус измельца степени альфа? Ну, потому что по верху груди будет стоять, это у нас, это уже было конверт в квадрате, минус к вектор в квадрате, да? А будет минус k4 в квадрате плюс... будет минус такое k4 в квадрате плюс к вектор в квадрате, да? Или я лучше даже вот так вот вместо... введу вот... перейду даже еще до того, как поворачивать, я перейду к новой переменной. Вот k с волной. Обзову k минус минус px, обзову k с волной. Которая есть k минус px, да? Тогда здесь будет k минус... k с волной в квадрате, да? И что? минус px в квадрате, правильно? k с волной в квадрате минус px в квадрате. Ну и вот, теперь после этого я сделал поворот, значит, и поэтому здесь у меня появилось минус k4 в квадрате минус k в квадрате минус k в квадрате. Общий знак минус я вынес, и получился интеграл уже вот... Ну, стандартный интеграл, который мы можем записать при любом d, потому что вот уже интегрировали его по углам, можно записать для произвольного d, известная формула. И вот, получим такую форму, имеется в виду степени α делить на 4π в степени d пополам, да? А здесь будет стоять гамма от α минус d пополам на гамма от α, да? А здесь будет стоять 1 делить на px в квадрате плюс rx в квадрате минус 0 в течение α минус d пополам. Ну, что здесь вам здесь непонятно? Ну, конечно, вот эти вот, это вот идет с учетом интегрирования по углам, вместе с этим, ну, это... Для того, чтобы их получить, нужно немножко поводиться. Вот это вот по размерности просто пишется, а это пишется из-за того, что когда d пополам равно α, ясно, что у нас должна быть расходимость, да? Расходимость проявляется как полис гамма-функции. Гамма от нуля имеет полис, да? Вот это можно сразу написать, это сразу, это сразу, а это немножко поводиться. Все. Вот. И это все. Стандартный интеграл не ленственный после чего-то интеграл, который нам нужен, потому что все остальные, вы понимаете, что вы входили в 10 интеграл. Мы интеграл-то вот такой считали, да? k-2kpx, да? Вот такой считали. А все остальные интегралы? Какие интегралы? Ну, нужны вот либо с калям на интегралу, либо интегралы там с камью в числителе, либо с капю камью в числителе. А как это получается? Они, ну, ну, тут научно интегрировали по px от этого интеграла. Интегрируем по px, дифференцируем по параметрам. Вот все интегралы мы знаем, если знаем, вот этот интеграл. Этот интеграл такой вид имеет. Опять же, хотите верьте, хотите поверьте. И поправьте, если я не соврал, да? Если я собрал, то поправьте тогда. Но думаю, что я не собрал. Ладно. Вот. Что же еще надо нам? Что же еще надо нам надо? Ага. Ну вот, как регулировали теорию. Ну, давайте сначала напишем. Мы же стартовали с чего? У нас было пси-ноль, напишем. Или голая, или пси-ноль. Ну, как будем писать? Пси-ноль. Это голая. Это непереногнированные были поля. Здесь был непереногнированный заряд. Вот у нас получается. Мы же должны теперь, вот писали, чтобы этих индексов не писали, но чтобы не возиться, чтобы не таскать лишний индекс. Теперь мы должны делать, отличать голые поля, и голые заряды, и голую массу. Отличать от перенормированных, да? Отличать от перенормированных. Поэтому надо вводить индексы. Ничего не поделать. Здесь стоит у нас, значит, за ню, а, ноль, ню, ню, а, уже ноль, а, а, ноль, ню, а, ноль, ню, да? Ну и так далее. Ноль – это не нулевая компонента, это, значит, непереногнированное поле. Здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, ноль. Так, писали. А теперь нам надо как-то делать перенормировку. Как делать? И удобно. Ну, как перенормировку делается, вы помните? Вы знаете из квантовой электродинамики, что? Значит, мы… Вот у нас функция Грина, например, функция Грина G от Ф – подобная функция Грина, да? Непереногнированная. Мы говорим, что она равна Z2, да? Ну, теперь Z2 константы перенормировки… Вернее, ну, как квадрат константы перенормировки фермионного поля на G от Ф – это уже перенормированная функция Грина, да? И так далее, да? И так далее. И удобно сформулировать, и мы это делали в электродинамике, .... Сформулировать перенормировку в терминах полей, и переписать Лагриншан в терминах… Переписать …. ...вперенормировок терминах колей, и термин в перенормированных коле, и перенормированных… заряда и масса. И разглашение делается уже по перенормированным. Уже используют перенормированный заряд, перенормированный масс. Как это делается? Это делается, как вы помните следующий вопрос. Мы говорим, что φ0 равно z2 в одной второй точке на φ, а равно z3 в одной второй точке на А0. Ну и аналогично φ0 равно z3 с волной на фи, это уже перенормированная духовая воля. И еще так запишем, что z0 равно... Вот здесь надо обратить внимание, что z0, если так делаем регулизацию, то z0 размерная величина. z0 размерная величина, да? z0 размерная величина. А какую величину имеет размерность z0? Какую размерность, вернее, имеет z0? Как вы думаете? Ну, это легко сообразить, такую размерность z0. Потому что, скажем, берем интеграл петлевой, ну вот там, скажем, вычисляем, ну я не знаю, вот такую диаграмму. Что у нас стоит? Стоит у нас, здесь, z2 в квадрате, да? z2 в квадрате на dk. Понимаете? Мы изменили, что у нас? А знаменательных пропагаторов не изменились, размерность их не изменилась. Изменилась только размерность z0 и размерность интегрирования. И это изменение должно компенсироваться. Мы увеличили, уменьшили эту размерность на, что? На массу в степени 2 ε, да? А значит, g0 должно компенсировать это изменение. Значит, g0 равно массу, μ, соответственно, есть некий массовый параметр. И этот массовый параметр μ, он играет роль точки перенормирования. И вот этот блюм степени ε на zg и на g. Зг – это вот константа перенормирования заряда. Вот так мы вводим константу перенормирования заряда. Так вводим или в обратной степени лучше? Нет? Так вводим. Так вводим. Во всяком случае, у меня так введена эта константа. Напомните о чем-то? Ну, шаг по этой 3-сволной, как она через z3 пишет? Что-что? З3-сволной через z3 пишет. Оно через z3 никак не пишется. Это отдельная константа перенормирования. Отдельная? Совершенно. Отдельная. Хотя, конечно, связь между ними есть. Есть связь. Но эта связь вот благодаря чему? Благодаря чему? Вот благодаря чему. Ну, связь не между этими. Между этими, конечно, нет константов. Но вот есть такая связь. Как вы помните? Вот помните, значит, как у нас был... Вот я здесь написал такую связь между O и перенормированным зарядом, да? Но я ввел константу zG. Но эта константа zG, она должна выражаться через, скажем, эту константу. Через константу z3, которая... Ну, вот я... Давайте я так напишу. Это можно следить? Можно. Давайте я напишу так. Дальше. Это у меня функция Грина герниона. Варкоса. А есть еще д-меню. Ну, я напишу д-меню, так сказать, окна. Поперечную пока. Трансверциальную. Вы помните, что у функции Грина фотона... Там есть пронольная часть и поперечная часть. Пронольная часть не перенормируется, а поперечная перенормируется. Я вот только с поперечной буду работать. Значит, напишу, что это есть z3, да? z3. А здесь стоит... Здесь у меня стоит... Это значит нулевая. Ноль. Не перенормируется. Это есть z3 на д-меню алклана, да? Это... Что у нас? Квантью третьим� третьим�. Англимо вот есть вот это вот... Вот это вот функция Грина, да? Вот это функция Грина. Полная функция Грина фотона Функция Грина электрона, что ещё предакая его? Вершина более чем одна. Вершина ещё та累 lapidоза. Вершина ещё. Вот это вот. Я так напишу. Вот так вот. Вершина, где-то обмеренность. И сумма так, что гамма, я так напишу, гамма-мю. Не буду писать. Я совершенно завис, ну, от трёх связанных законов сохранения импульсов. Или от двух независимых. Я не буду писать. Я буду писать. Напишу только, что гамма-мю значит 0 равно z1 в минус 1 гамма-мю. Вот так вводилась константы переномировки для вершины, для вершинной функции. Вот так, кстати, стоялось. Вводилась константы переномировки. И при этом заряд E в квадрате, да? Или E. E в квадрате. З2 на Z1 в минус 1 гамма-мю на Z3 на E0. З3 в аммю на 2 гамма. Вот так вводилась переномировка зарядки. Почему так вводилась? Потому что, вот мы говорим, что вот мы ввели переномировку для функций грина и вершины. Но, теперь смотрим. А что же у нас встречается в каждой вершине, если буду уже работать в терминах полных функций грина? Здесь у нас полная функция грина G, вернее D, D в минус. Но она же соединяет две вершины, поэтому один корешок из Z3 пошел на ту вершину, один корешок из Z3 на эту вершину. Вот Z3 в одной и второй, здесь в вершине. Потом Z2, по корешку отсюда и отсюда, это появилось Z2 в первой степени, от этих пропагаторов. И Z1 в первой степени и вершины. Вот и Е0 была еще здесь, зарядку в этой вершине. Вот так все сошлись вместе. Вот эти вот, в каждой вершине теперь, уже, если мы будем все выражать через перенормированные пропаганторы и перенормированные вершины, то в каждой вершине встретятся у нас вот такие множители. И вот все это вместе обзовем кер-дар-геноном зарядок. Так вот, да? Помните? Ну, все помните? А? Ну ладно. Если не помните, то вспоминайте. А теперь что у нас получится? Теперь, на самом деле, у нас получится другая кардината. Ой, у нас вершин-то сколько будет. Да? Много будет вершин. Да? Будет одна, вот такая вершина. Пусть у нас вместо потона это блеон, да? Будет такая вершина. Ну, тогда мы должны вот эту вершину написать, вот гамма-ноль написать, такую G, это как? GQ, да? Есть такая вершина. Ну и давайте индекс мю я вообще уберу, чтобы не возиться с ним. Вот есть такая вершина. GQ вершина. И она перенормировается как Z1-1 я напишу Q. Ну или чтобы не писать там GQ. Но есть еще и другая вершина. У нас появится еще и другая вершина. Появится еще вершина гамма-ноль GGG. Появится да? Да? Да. И мы это должны тоже перенормировать. Получится Z1-1 на гамма-GGG. Вот такая вершина появится. Правильно? Ну еще появится вершина духовая, пока появится, да? Появится еще и духовая вершина. Где же она у нас? Появится, да. Вот у нас появится, значит, вершина духовая. Гамма-гамма-ноль. А здесь какая вершина? G-3. Когда здесь, опять же, плеон, а здесь дух. Духи. Ее тоже у нас где-то одно. И это будет Z1-1-0, что ли? Да? Вот сколько у нас констант связи появится, да? Констант перенормировки. Потом сколько появится? Появится констант перенормировки. Но это еще не все. У нас еще появится... Видите? Какие еще? Четырехплеонная вершина, да? Да. И, значит, у нас появится гамма-ноль-же-же-же-же-же-же. И мы ее обзовем как... Константу перенормировки для нее тоже надо вводить. И давайте введем ее как Z4-4, что ли? Здесь минус-1-е. Тоже уж. А здесь минус-1-е тоже. Видите, однообразие. А здесь гамма-ж-же-же-же-же. Вот так. Вот сколько у нас константа перенормировки появится. И заряд перенормированный. Он может выпрыгнуть через каждую из вершин. То есть мы можем написать G. Витомированный Z. Вот параллоги Z. Записать как Z2, да? Z2. На Z1, Q, минус-1-е. На Z3, двой-второй-второй. Ну, и чтобы... Напишу здесь жезло. Ну, чтобы здесь... Напишу еще... Мюк степени минус-эпсилла. Да? Мюк степени минус-эпсилла. Чтобы эта константа у меня была размерная. Безразмерная константа. Не имела размера. Вот так могу определить. Да? Это я определил заряд через эту вершину. А могу определить заряд через вершину... Вот. Трехгалионные вершины. И так же это будет Z2, значит... Что? То есть два. Я делаю три-вторых. Z1, Q, Z1, G, минус-1-е. Юк степени минус-эпсилла, G0. Так могу определить. А можно определить еще через духовую вершину. И это будет Z2, Z3 с волной, да? Z3 с волной. В одной-второй. На Z3 в одной-второй. На Z... А где вершина куховая у меня? Z1 с волной, да? Z1 с волной в минус-1-е. На мюк степени минус-эпсилла, на G0. Да? Я могу так определить. А могу еще и через четырехгалионную вершину определить. И это должно быть равно... Значит, у меня тогда через четырехгалионную вершину. Что это у меня? Z2, 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 Z2. В одной-второй. На мюк степени минус-эпсилла, на G0. Так определить, да? Да? Ну вот видите? А? А? Квадратик? А там было же G в квадрате. А я же тут корешок из велёго снял. Да? Да. Правильно. Z2, правильно. З2. З4, я написал. И я написал на 2-е. Я решила, что я делаю. Вот. Потому что четырехгалионная решительница еще в квадрате. Я решила у тебя. Вот, видите? И должны выполняться, ну, понимаете? Вот, межкаливительно. Этот, я выброшу, и должны выполняться соотношения, там, 4, 1, 2, 3, равенство должно выполняться. 3, это равенство, ну, это некие, некие равенства, которые являются равенствами между перенормированными константами перенормировки, которые являются следствием искорегрующей нереальности. Эти равенства должны выполняться, если мы, конечно, если мы сохраняем калибровочную вариантность при регуляризации. Но вот регуляризация по размерности как раз обладает этим замечательным свойством, что калибровочные варианты сохраняются при регуляризации. Регуляризованная теория тоже калибровочный вариант. Поэтому вот эти, в регуляризации по размерности, эти условия выполняются. Эти условия выполняются. Ну, а теперь, вообще-то говоря, как объявляются эти константы перенормировки, вот эти вот G, вернее, Z, как они, какое условие на них налагается? Ну, единственное, вообще-то они, конечно, не однозначные, эти константы перенормировки Z, конечно, они не однозначные. Какое требование мы к ним предъявляем? Требование мы, которое мы предъявляем, это то, что, если вот G0 записали в таком виде, то G должно допускать снятие регуляризации, то есть переход ε стремится к нулю, если G уже выражено через, не через голые величины, а через перенормировки заряды массы. G так должно допускать снятие регуляризации. Ну, ясно, что если мы вместо Z2 возьмем Z2 умноженную на конечную константу, то это тоже будет хорошее Z2, да? То есть есть некая группа преобразований, которые допускаются при перенормировке. И эта группа называется группой перенормировок. Группа перенормировок. Вот. Выбор констант, значит, неоднозначен. И, говорят, выбор этих констант, выбор констант, он неоднозначен. И о выборе констант говорят как о выборе схемы регуляризации. Схемы перенормировок, пардон. Есть, опять же, регуляризация, это отдельно, мы ее обсудили. А теперь надо делать перенормировку. Так вот, перенормировка, она неоднозначна, естественно, и об ее неоднозначен, с кем мы много раз говорили. Значит, и можно выбирать разные схемы перенормировок. Вот есть ДМС схема. Когда? Каким образом она определяется? Она определяется так, что вот эти вот константы Z2, они являются, содержатся только, они являются разложением вот по единице на EPS. Разлагаются в ряд по единиц на EPS только. А вот МС-батч схема, это, если мы скажем, что вот единица делить на епс, чем то, EPS, так это делим. То эти константы являются рядом по единиц на EPS в какой-то целом бар, в какой-то стере. Почему вот так удобно, так удобно, ах ты что, стер! Почему так удобно выявить? Не по единиц на... Не по единиц на... Загонять в Z не единиц на EPS, а вот единиц на EPS вместе с вот этим вот довеском. Почему? Потому что вот, если вы поглядите на нашу формулу для интегралов, то там стоит гамма от альфа минус D пополам, да? Альфа минус D пополам. А что такое альфа от альфа минус D пополам? Это есть что иное, как гамма, возьмем D пополам. Это альфа минус 2, альфа минус 2 и плюс EPS, правильно? Вот тут что стоит. В интеграции у нас стоило гамма от альфа минус D пополам. Вот я его написал. Гамма от альфа минус D пополам. И стояло 4P в степени D пополам. Что такое 4P в степени D пополам? Это 4P в степени 2 минус EPS, да? 2 минус EPS. Что это такое? Давайте посмотрим. Когда альфа равно двойке, когда это есть у нас полюс, когда полюсной член у нас есть, когда альфа равно двойке, да? У нас стоит полюсной член, он обязательно имеет вид такой. Полюсной член имеет вид гамма от альфа, ой, пардон, от альфа, да? Делить умножить на 4P в степени EPS. Правильно. 4P в степени EPS. И что это такое? Гамма от EPS. Что это такое? Гамма от единицы? Единицы на EPS. А здесь стоит гамма от единицы плюс EPS. Да? И на 4P в степени EPS я вот разложу в точных значениях, которые конечны. При EPS в степени EPS я вот это выражение получу. Единицы EPS плюс логарифм 4P, да? И минус гамма е как раз. Потому что производная по EPS, при EPS равно 0, это есть минус гамма е, константа EPS. Правильно? Слышали ли это такое? Ну вот так. Вот они вот. Там хима с них и вот эти вот. Поэтому удобно разломать нас по... Загонять в перенормировочные константы вот этот, весь этот параллоз. Вот. Теперь, ну и как же проводится перенормировка? Берем, значит, и пишем все. Мы переходим к физическому заряду. Выражаем полые поля через физические поля. Здесь появится Z2, да? Z2 и D минус G0. А здесь A у нас Z3 минус G напишу. А здесь стоит Z3 в одной второй на ZG. Ну, ZG можно вот по-разному написать. Используем. А, еще стоит минус степени EPS. Да? ZG на минус степени EPS на G. Ну и G, конечно, да, G. Вот так вот получаем. Минус... Здесь что стоит? Минус... А, еще... Минус... Минус... Н... НОЭ. А взаём, как и есть ZN константлива к перевернутой массе на физическую массу. Минус... ZN на R. Вот. И ПСИ здесь уже не ПСИ. НОЭ. А ПСИ. И здесь тоже переходим. Здесь будет... ЗВАН. Да? Здесь будет Z3, а здесь будет стоять то же самое, а здесь опять же будет стоять ну и убираются F, A, B, C Здесь будет стоять ну и убираются на G, а здесь будет Z3, одно и второе, и ZG, ZG А еще перейдем от константы Z, Z0 равно Z3 до Z И тогда здесь просто ничего не изменится, а здесь будет Z2 с волной Да? Z два слова логи, а здесь будет F, A, B, C, N, U, F, E, C, G А здесь будет Z3, одно и второе, на ZG Вот, все, переписали в тельных перенормированных полей все эти перенормированные константы связи массы и калибровочного параметра Все, а дальше говорим, что вот эти каждые константы есть, Z1 плюс какой-то добавок Вернее, единица плюс добавок, который является рядом по константной связи, рядом по G уже Вернее, когда мы пишем, например, ZG ZG Вернее, единица плюс сумма по N от единиц до бесконечности Здесь пишут ZN ZN от G Делить на репсион в N Вот так Н от единицы Вот так Вот так А каждое ZN Вот, ну, я, чтобы не было там, я так, ZNG напишу ZNG Из каких соображений я написал? А только из тех соображений, чтобы Что Вот Как Это безразмерная величина Эта константа перенормирования Безразмерная Я говорил Она имеет полюса по X Все И Коэффициент Здесь Перед полюсом Это некая функция от G И И Она может зависеть только от G В силу того, что она безразмерная вещь И Значит ZNG Можно написать ZNG 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 Это есть Сумма Сумма Так По К от N до бесконечности ЦНК на G квадрат 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 Вот так Ну А это почему так? А это потому что Опять же, эта функция от G, значит, я из тех соображений просто, что когда у меня появляется полюс степени n по епсилу, она появляется только в n петлях. В один кетле полюс по епсилу только в первый порядок, расходились в первый порядок, и потом они накапливаются, и вот появляется так. Степень растет все время. А почему раз и один из начинается? А? Почему раз и один из начинается? А я? Почему там нет двойности? Где? Ну, первый кефсенс один. Единицы? Да. Потому что это степень епсила. Почему член при епсилу нулевой – это единица просто? Это не при епсилу нулевой, это… Ну, если мы… Здесь у меня ряд ж. Да? Ежели мы… Отсутствие этих членов означает, что мы не проводим перенормировку вообще. Если жар на валюту, у нас зажал будет. Да, конечно, естественно. Поскольку у нас… Но у нас нет взаимодействия. Перенормировка появляется только тогда, когда у нас есть взаимодействие. Ежели нет взаимодействия, нет никакой перенормировки. Вот. То, что появляется… Степень епсила начинается с единицы. Это видно было из того интеграла, который я показывал. Там стоит… В одной петле мы имеем только интеграл, который содержит гамма-функцию. И вот такую расходимость. Ну, вот. Значит… Поэтому… Вот такое, значит… Есть выражение для констант перенормировки. Вот я написал это для ZG и для других констант перенормировки. Это просто аналогичное выражение. Но нас они интересовать не будут, на самом деле. Ну, вот коэффициенты вот эти вот. Как определяются эти коэффициенты? Коэффициенты определяются таким образом, чтобы… Вот мы потребовали, чтобы… Значит… Перенормированные коэффициенты… Скажем… Нежели… ВМС-чертой схемы… ВМС-чертой схемы… Это у нас… Вот здесь есть только полюсы… Только полюсы… Члены по иксилам, и больше ничего. Ну, переходим к ВМС-бар схеме… ВМС-бар схему… Можно, на самом деле… Можно так говорить, что мы вот так делаем… Вместо единицы на ексил с четвертой вот это… Выражение… Вот это выражение… Вычитаем… А можно это сделать по-другому… Можно вместо… Изменить масштаб мю, и вместо мю в степени… Мю в степени… …эпсил от… От мю в степени экспилов… Здесь не в чертой степени ε, где не в чертой ми бар степени ε, но здесь ми бар, ми бар степени ε. Чему же это равно ми бар? Значит, это есть ми на 4π. Сейчас соображу. Так, сейчас соображу. Минус степени ε. 4π. Минус, на не в степени. Здесь 4 минус 1. Вот так. Написать μ, выразить через μπ, связь между μ и μπ относится этим соотношением. Правда, я не знаю, может здесь не расследится. Ну, как это можно понять? На самом деле, давайте посмотрим. В одной петле у нас, в одной петле у нас, значит, μπ. Ни в степени ε, да? Ни в степени ε2 ε, да? Ни в степени ε2 ε, pardon, 2 ε. Почему? Ну, скажем, вот в этой петле. Петле для палестонного пирагога. что у нас есть? когда мы разлагаем по уже деформируемому заряду у нас в нижней степени 2 ε входит в каждой вершине нижней степени 2 ε и расходимость появляется, здесь появляется единственный ε что, как мы уже говорили, единственное, что минус γe обязательно появляется минус γe и плюс логалифт 4π плюс логалифт 4π если мы вместо μ в степени ε подставим μ в степени 2 ε μ в степени ε подставим μ в степени 2 ε правда здесь, наверное, надо минус 4 в квадрате здесь квадрате и тогда вместо μ в степени 2 ε мы поставим минус 4 в степени 2 ε да? минус 4 в степени 2 ε и далее вместо 6 степени 2 ε и 4 в степени 2 ε 4 в степени ε ε, пардон, минус 4 в степени 2 ε, да? и Е в степени гамма-эпсилон, гамма-не на эпсилон и раз вложим по эпсилон, то вы отыгрываете логарифт 4, и эта гамма сократится и поэтому переход от МС-барт схемы к МС-барт схеме можно говорить о переходе вместо того, чтобы писать здесь мю в степени эпсилон мы заменяем мю в степени эпсилон на мю квадрат заменяем на мю в квадрате, а здесь 4π в минус 1 и плюс гамма-эпсилон вот таким образом ну а если в степени эпсилона, то здесь мю в степени эпсилон заменяем на мю в степени здесь минус эпсилон пополам и здесь плюс гамма-эпсилон гамма-эпсилон пополам вот так вот переход к МС-барт схеме производится ну вот и все после этого конечно константа которая константа вот у нас есть перенормировая константа конечно она будет зависеть уже 0 у нас ни о каком мю не знала это блоколы а константа ни о каком мю она не знала мю у нас появилось вот только в результате перенормировки и мю имеет смысл, я говорю, точки перенормировки если в данном случае точки перенормировки и здесь же конечно зависит от мю же зависит от мю и где же мю у нас есть зависимость от мю вот здесь в этом соозначении Ну, давайте перепишем это соотношение ZG в минус 1, ZG в минус 1, и минус 3, минус 3, что так его перепишем в это соотношение. И тогда мы можем продифилицировать по ню, сказать, что вот у нас DG, написать, что DG под ню, под D логарифм ню. По определению, скажем, что это есть. От чего? G у нас константа связи, она не меняется, конечно, с изменением точки однолюбровки. Но от чего может зависеть от производства? Она может зависеть. Значит, это опять же безразмерная величина. Единственная безразмерная величина, которую мы можем здесь написать, это есть G. G у нас безразмерная константа связи, поэтому это есть B от G. Ну, а Q здесь можно написать, просто написать можно и писать. Вот, значит, это и есть уравнение, так называемое уравнение ляной группы, или его иногда называют уравнением германного группы. Лян заряда G от ню. Детернированного заряда. Вот это DG под аллогарифм ню, это есть бета от G от ню. Ну, это совершенно аналогично тому, что мы имели квантовый эвакторминальный. Только, значит, бета от G имеет совершенно другое уравнение. И если написать, что бета от G равно минус сумма н равно единственной бесконечности. То есть бета от N. Ну, так пишется. Бета от N на альфа на вкладе G квадратных делить на 16 в квадратных. Итак, мы имеем, что бета от N. Ну, это самый важный коэффициент. Это функция. Это бета-функция. Обычная ее так называют бета-функция. А коэффициент бета-функция. Это первый коэффициент бета-функции. И он равен 11 третьих Nc минус 2 третьих Nf. Вот к чему уровню эффективность бета-функция. Вот к чему уровню эффективность бета-функция. И видим, что в действии у нас поведения вы и предназначены. Что у нас было? Этого не было. А этот эффективность был такой... А? 2 третьих. Олег, это число фермионов. Число квадратных. Какой это? Вы предназначены от коэффициента. Ну, вопрос на засыпку. Положительный. А? Положительный. Ну, конечно, знак не может измениться. Величина может изменить. Величина была другая. Какая величина была? Не 2 третьих была величина, а 4 третьих. Почему 4 третьих? Ну? Ну, понимаем. Вот, откуда этот склад? Он идёт только от фермионных детей. Вот фермионные дети. Фермионные дети aberrant уже здесь появляются, да? Пропагаторе глионов и фотонном. В фотонном пропагаторе и в глионном пропагаторе, чем они отличаются? В число цветов. В фотонном пропагаторе здесь стоял заряд и здесь стоял заряд, да? А в глионном пропагаторе здесь стоит заряд на ТА, да? А здесь стоит заряд на ТБ, да? И вычисляем шпур ТАТБ. Что такое шпур ТАТБ? Одна вторая дает на Б, да? Коэффициент одна вторая появляется в глионном пропагаторе, при этом в клаве по сравнению с фотонным пропагатором, да? В два раза меньше. Вот можете проверить, что в электронике здесь 4 трети просто. Я же не только электроны учитывал, что стояло много, но это просто минус 4 трети, всё. А здесь минус 2 трети на число флэйворов, число флэйворов серединенных вакторов. Но важно то, что знаки относительно разные, вот этого члена и этого. И этот член доминирует в хромодинамике. Ну здесь 11, а здесь всего там, ну я не знаю, в зависимости от числа флэйворов, какое это число. Да. Ладно. Вот так вот. Поэтому в электронике у нас был был заряд, а здесь есть синтетическая свобода. Вот. Наконец-то не дошли до синтетической свобода. Пока на этом остановимся. Потому что надо вам и самим что-то повычислять, поработать. И всё, чтобы её не помолвать. Всё. 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 Продолжение следует...